Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста «Энболтик». У микрофона Наталья Акулова. В сегодняшнем выпуске из серии «На том же месте» речь пойдет о заводе «Пятерки» и о трансформации его территории. Квартал в центре Вильнюсского на Уямистеса по улицам Швидригайло, Светяньо, Наугардуко, Шевченкос – это квартал банков, гостиниц, магазинов, кафешек. Раньше здесь находился знаменитый завод «Пятерки». Почтовый ящик 555 или Вильнюсский завод радиоизмерительных приборов имени 60-летия октября. Производственное объединение включало в себя непосредственно завод, конструкторское бюро радиоизмерительных приборов и филиал заводов в Калининграде. Основная продукция – это СВЧ-электроника для нужд оборонной промышленности и народного хозяйства. Попасть в то время на территорию завода было практически невозможно. Вся территория была обнесена высоким забором, а проходная напоминала неприступный бастион. По сути, это был город в городе, в подчинении которого были санаторий, профилактория, столовая, заводской клуб «Заря», детские сады и тому подобное. Чтобы иметь представление о масштабах этого предприятия, стоит упомянуть, что в середине 70-х годов в заводской клуб по личному приглашению директора завода приезжал сам Владимир Высоцкий. «У меня с этим местом очень личные воспоминания. Я училась в школе, которая находилась, да и теперь находится прямо напротив пятерок. Это бывшая восьмая средняя школа, а ныне – науямищу». Завод шефствовал над школой. Была тогда в то время такая практика – брать под свое крыло финансовое и идеологическое школу или сад. Однажды мне даже довелось попасть в святая святых. Нас, восторженных второклассников, провели через заводскую проходную и привели в ленинскую комнату. Но это что-то вроде заводского музея, где под звуки барабанов и горнов приняли в пионеры. Между прочим, для маленькой девочки это было очень волнующее, значимое и торжественное событие. О своих впечатлениях о заводе «Пятерки» рассказывает руководитель команды компании «Лантел» и бывший работник конструкторского бюро завода Дмитрий Трутнев. Возвращение в молодость. Но я здесь лет 25 не был. Хотя вспоминаю, что тут было. Тут была проходная, в которую приходилось заходить, показывая пропуск человеку, который его оставлял в себя. И ты заходил в мир, который был другим. Там была рабочая обстановка, там была страна чудес. Меня сюда после института распределили в 1991 году. Это был немножко странный факт, потому что в это время уже Советского Союза не было, но распределение осталось. И завод остался. И это было тоже часть Советского Союза, потому что он долгое время еще находился в подчинении центральных властей. Что я здесь делал? Я здесь пытался разрабатывать радиоэлектронную аппаратуру, которая уже никому не нужна была, потому что японцы давно опередили всех. Но медицинское оборудование еще производили нормально. Вспоминал Дмитрий заводскую столовую, где, за смешную, даже для молодого инженера сумму можно было наесться от пуза. Пройдя внутрь заводского двора, Дмитрий показал здание конструкторского бюро, где ему когда-то довелось работать. Вот в этом огромном здании находилось несколько конструкторских бюро. Насколько я помню, КБ-1, КБ-2 и КБ-3. Я работал в КБ-1. Даже по виду этого здания видно, что потолки очень высокие. И представьте, это помещение, в котором стоит куча кульманов, за которыми стоят инженера и чертежи для будущих приборов. Меня это удивило на первом этапе. Но потом, когда Сава начал заниматься, ничего страшного и нового в этом не было. Одна из личных историй – это то, что ты первый раз погружаешься вообще в рабочий процесс. Ты что-то пытаешься делать во благо того, чтобы получился готовый продукт. Из личных историй я ничего не могу вспомнить. Это была молодость, там было другое. Работа была второстепенная. Пятерки остались в прошлом, а сегодня на территории завода среди прочего открыта гостиница Е-Лофт-Хотел. О гостинице и о своем опыте обустройства в здании бывшего завода рассказывает владелица и директор гостиницы Виолетта Мощинскияня. Мы здесь уже находимся больше 22 лет. И мы тут покупали помещение для офиса сперва. Мы пришли, нашли очень в плохом состоянии здание, а потом, как начали интересоваться и реставрировать, мы поняли, что это здание историческое. Это наследие с 1934 года. Это здание построено для промышленных целей. Тут эти все кирпичи где-то 1930 года производства в Вильнюсском регионе. И действительно, оказывается, завод «Пятерки» был построен, а точнее достроен и надстроен вокруг завода «Электрик», который успешно работал еще в межвоенное время. Таким образом, гостиница расположилась частично в историческом здании, а частично в здании, построенном уже в советское время. Итак, мы обдирали, точнее снимали кафельную плитку и штукатурку, старую советскую, чтобы открыть эти исторические кирпичи. И вот мы видим, что мы открыли. Но есть не только что уничтожено или снято с советских времен, там я могу показать еще часть истории советской завода «Пятерок». Что нам удалось сохранить, это оригинальное перекрытие. Мы даже краску ту же самую старались использовать. Сейчас мы спускаемся в подвал, где в советское время было здание для гражданской обороны. Здесь обучались в гражданской обороне работники завода «Пятерок». Тут, например, есть дверь, что мы нашли, покупая помещение. Она с советских времен. Это очень тяжелая железная дверь, которую мы, к сожалению, должны были перекрасить. Но она защищает коммуникации этого помещения. Мы даже нашли дозиметры. Что это значит? Какой там был тех, если бы мы нашли дозиметры? Но информацию получить совсем, ну, может даже сказать, невозможно. И кто работал, мы там старались найти людей, кто могли нам что-то сообщить. Всё же интересно, что мы купили, где мы и находимся. Но зона молчания. Только по косвенным признакам можешь понять, что там было. Но что не тайно, мы знаем. Где были туалеты, точно знаем, так как мы их разбирали и делали заново всё. И где было чебуречное, знаем. И во втором этаже стояли дозиметры. И по каким ещё косвенным признакам мы что-то понимаем. И насчёт перекрытий. Там во втором этаже мы ещё имеем оригинальное перекрытие. И где перекрытие и колонны были очень объёмные, значит, производство было с тяжёлым оборудованием. Так вот, только косвенные признаки. И, может, ещё надо сколько лет, пока все тайны всплывут. Надо ещё время. На стратегическое назначение помещений указывают не только тяжёлая металлическая дверь, закрывающая коммуникации, но также и сами коммуникации, способные выдержать прицельную бомбёжку. Ведь именно таким образом готовились в то время к возможному нападению империалистов. В здании между этажами настолько мощное перекрытие, что это позволяет предположить, что основные помещения использовались как цеха, где стояли станки и другое тяжёлое громоздкое оборудование. Огромные вентиляционные шахты, высокие потолки, перекрытия – всё это лишь даёт примерное представление о том, насколько масштабным был знаменитый завод. Сегодня, более 30 лет спустя, когда от пятёрок остались одни лишь воспоминания, здесь кипит уже совсем другая жизнь. И эта жизнь не хуже и не лучше, она просто другая. На этом всё. Спасибо, что были с нами. До встречи на новых выпусках подкаста Инболтик.